Всем привет! Если вы думаете, что сегодня будем разговаривать о Джимми Хендриксе, то нет. Ну, скажем так, почти. Вспомним 1969 год и замечательный фестиваль в Вудстоке. Вудсток. Все знают это слово, которое стало уже нарицательным фестивалью в Вудстоке. Август 1969 года. Первый и самый грандиозный фестиваль, несмотря на то, что сейчас есть фестивали и покруче, и с большим объемом. Хотя там все-таки полмиллиона человек собралось в поле и три дня, и три ночи, играли лучшие группы современной музыки. Лучшие группы из тех, что исполняют современную музыку, исполняли тогда. И эта музыка осталась с нами до сегодняшнего дня. Никуда она не делась. Вудсток зафиксирован. Ну, про этот фестиваль вообще говорить нужно отдельно и много, потому что там масса была интересных событий. Начиная с того, что фестиваль планировался как платный сначала, но собралось такое количество народа, что начали сметать ограждения. И организаторы плюнули, сказали, что хрен с ним пускаем всех. И стали пускать всех, в результате чего влетели на очень крупные деньги, на очень серьезные. И много лет потом отбивали эти самые свои вложения. В конце концов отбили, потому что вышел фильм Вудсток, который принес определенный доход. Вот вышла пластинка с записью нескольких песен, хотя пластинка большая была, двойная, ну, скажем так, нескольких песен из этого фестиваля. Потом вышла еще одна пластинка. И вот сейчас, сравнительно недавно, вышли еще пластинки. Ну, начнем с первой. Вот эта штука знаменитая, которая вышла очень давно. Двойник, Вудсток, саундтрек к фильму как раз о Вудстоке. Двойник, запоминаем, да? Потом вышел Вудсток еще один. Тоже двойник. Потом, уже в наше время, вышел Вудсток-3. Это уже тройник. Это уже тройник. Вот такой. И чуть позже вышел Вудсток-4. Это, правда, я их путаю все время, это, правда, двойник. Но все равно в результате у нас есть 4 огромных пластинки с записью концерта Вудстоке. Но, если вы думаете, что это все, то это не все. Потому что трое суток, как вы понимаете, 72 часа практически непрерывного звучания групп на сцене. Но делаем скидку на перенастройку аппаратуры, хотя перенастраивать там было по современным меркам нечего. Аппаратура была достаточно простая. Ну, пока ушли, пока пришли. Пока включились, пока там ля-ля-ля, поговорили. Ну, пускай будет не 72 часа, а 65. 65 часов рок-музыки. На эти 4 альбома, конечно, все не влезло. Безусловно. Но, слава богу, стали выходить альбомы с полными сетами замечательных музыкантов. Все знают пластинку Джимми Хендрикса Вудсток с записью полного выступления Джимми Хендрикса. Есть уже пластинки с выступлениями The Who на Вудстоке. Они, правда, мне не попадались как-то или попадались, но я их не брал в силу того, что... То ли денег не было, то ли чего-то еще, то ли качество не очень хорошее. Я там не помню, не помню, почему Духу у меня нет. Сантана есть полный сет на Вудстоке. Пол Баттерфилд Блюз Бэнд есть полный сет на Вудстоке. Эта пластинка у меня есть, я ее покажу обязательно. И, конечно, Джонни Винтер порадовали нас. В 2004, по-моему, году вышла пластинка, если мне помните. В 2009 вышел вот этот альбом. Джонни Винтер. Полный сет. Полное выступление его без купюр совершенно. 17 августа 1969 года. Он играл ночью. Он играл в ночь с 17 на 18 августа. И играл сколько песен тут? 3, 4, 5, 6, 7, 8 песен. Но звучит все это больше часа значительно. Альбом двойной. Вот такой. Грандиозное выступление. Явление Джонни Винтера народу. А Джонни Винтер, как мы знаем, это один из лучших, если не лучший, вообще белый блюзовый гитарист всех времен и народов. Почему я так говорю? Потому что, ну, очень много белых блюзовых гитаристов. Есть скоростных, невероятных, шикарных. Но то ли там в рок немножко уход, то ли в фанк, то ли куда-то еще. То заигрывание с публикой, с английской, американской, с белой. Все-таки в более понятной форме играется блюз. А Джонни Винтер, обладающий невероятной техникой игры на гитаре и пониманием блюза тысячепроцентного, играл всегда настоящий корневой блюз. Хотя у него дискография очень большая, у него есть альбомы, где он играет чисто рок вообще. Но ему нужно было деньги зарабатывать, естественно. Потому что музыканты святым духом не питаются. Но, тем не менее, когда он начинал играть блюз, это было выше всяческих похвал. Выше всякой критики. И можно сказать, что это образец вообще блюзовой гитарной игры. Он играл с Мадди Уотерсом, продюсировал несколько пластинок Мадди Уотерса. Играл с именитыми другими черными музыкантами. В общем, был в обойме высшей лиги блюза. Умер, к сожалению, в 2004 году. Мне повезло. В начале 2000-х я был на концерте Джонни Винтера в Нью-Йорке в клубе BB King с моим другом Сашей Цалихиным. И застал все-таки живое выступление Винтера. Ну, вот что говорить. Это было потрясающе, не потрясающе. Это было очень круто просто, поверьте мне. Но при этом это было невероятно громко. В клубе такая была адская громкость, что ничего было не слышно. Говорить с друг другом было невозможно. Но было настоящее рубилово, блюзовое, тысячепроцентное, сметающее все на своем пути. И зрители, слушатели сидели за столиками в этом клубе BB King на 42-й улице, раскрывшие рты. И смотрели на безумие гитарное Джонни Винтера, который уже сидел на стульчике, играл. Группа стояла на своих ногах. Техасцы настоящие, здоровенные мужики трио. А Винтер сидел на стульчике и играл на своей гитаре Гибсон. Он убивая всех на повал. Но о Вудстоке 17 августа 1969 года. Один из организаторов фестиваля пишет, что на Вудсток приглашались как и звезды, хедлайнеры. Ясное дело, там The Who и прочее, прочее, прочее. Но приглашались и неизвестные артисты, которых организаторы хотели раскрутить. Кто же были эти неизвестные артисты? Сантана был неизвестен, Джо Кокер был неизвестен, Кроссби, Стиллс и Нэш были еще неизвестны практически широкой публике как группа. Потому что группа Buffalo Springfield, например, была уже, так сказать, в топе всегда. А вот этот трио, Кроссби, Стиллс и Нэш, еще нет. И Джонни Винтер был неизвестен. Хотя в 1969 году у него вышло уже три альбома. Один из них у меня есть, два у меня есть 1969 года. Потом покажу, поговорим. Но, тем не менее, такого, чтобы ахахах, мейнстрим, Джонни Винтер еще не вошел. И он вышел на сцену с барабанщиком и бас-гитаристом. И влепил так, что просто вот это надо слушать. Если кто не знает и не слышал Джонни Винтера, то полный вперед. А если кто слышал Джонни Винтера, но не слышал вот этот альбом, настоятельно рекомендую. Потому что тут, конечно, явление Винтера народу. Полный рост. С 12-струнной электрической гитарой. Как он делал бенды подтяжки, то есть на 12-струнке, мне неведомо. Но делал очень мощно. Но, несмотря на внешнюю хилоту свою, он очень высокий был и очень тощий. И вроде такой хилый. Несмотря на вот эту хилоту, пальцы у него и кисти рук были, конечно, сильны, крепки, как камни. Не знаю, как поршни. Потому что на 12-струнке выделывать вот эти вот бенды с такой адской амплитудой, как у Винтера. Это надо постараться. «Mama talk to your daughter» начинается первая песня Эдкинса и Ленойра «Стандарт». «О, мама!» – хрипит Джонни Винтер и зарубает сразу классический такой блюз черный. Но чувствует себя несколько неуверенно, что слышно по музыке. Расходится зато ко второй песне «Liland Mississippi Blues». Это песня Винтера. И он уже абсолютно почувствовал себя на своих ногах, на земле, со своей группой. И вмочил такой тяжелый гитарный риф, а-ля Led Zeppelin, наверное. Но, может быть, и покруче, чем Джимми Пейдж. Даже тяжеляк блюзовый, просто хард-рок, но при этом блюз. Ни в какой рок он не уходил никогда. Здесь, по крайней мере, еще. Может быть, местами похоже на то, что потом стал Питер Грин играть в самых тяжелых своих вещах во «Fleetwood Mac». Хотя недолго это у него продолжалось. Но, тем не менее. И «Mintown Blues» – третья вещь. Начинается классическим, таким черным блюзовым рификом. Потом он остается в одном аккорде, в одной ноте. И поднесся вот этот блюзовый поезд. Чуть-чуть от «Baudidly», чуть-чуть от «Moddy Waters». Ну, вот это вот самое, что ни на есть классика. Поезд. Пошел, пошел, пошел. И «Winter» играет и слайдом здесь. Со слайда переключается на обычное звукоизвлечение, пальцевое. И играет восьмыми, шестнадцатыми, восемь, шестнадцать, восемь, шестнадцать. То есть... Дуэт сам с собой фантастический совершенно. Начинает петь вместе с гитарой. Потом в унисон сложные свои вот эти блюзовые фразы, достаточно которые на фоне несущегося поезда. А поезд. Гитара остается с барабанами. Ну, даже не с барабанами, а с одним барабаном с бочкой. И под эту бочку минут шесть, наверное, Винтер вмачивает такой здесь, врезывает такой гитарный блюз, что маму не горюй. На второй стороне «You Don't Lose You Good Thing Now» песня Биби Кинга. Сделано в хронометраже шестнадцать минут. Классическая песня Биби Кинга. Ласковая, хорошая, как все у Биби Кинга. Такая проникновенная. Но здесь она разрезана и вытащена с такой мощью. Разрезана на кусочки, я имею в виду. И от таких мягких фраз переход к жестким, к дерзким, к громким. Потом опять в мягкость. То есть, динамика все время меняется. И слушать шестнадцать минут совершенно не скучно. В отличие от многих блюзменов, которые как начнут в свою дуду вот это вот все запиливать, так и продолжают, и заканчивают. Здесь с динамикой очень точная работа, очень крутая. И очень интересно. Шестнадцать минут. Сплошное удовольствие. На третьей стороне «I Can't Stand It» песня Макданиэла. Макданиэла классическая. И «Tabacco Road». Всем известное произведение. Но здесь уже выходит братец Джонни Винтера, Эдгар Винтер. Садится за клавиши. Рядом с ним стоит саксофон. Эдгар поет. Играет на клавишах, на саксофоне. И вместе с братцем Джонни они врубают уже такой плотняк. Когда блюз с клавишами и с саксофоном. Когда Эдгар поет, играет на саксе. В «Tabacco Road» он играет соло. Изумительное саксофонное и клавишное. А Эдгар тяготеет к джазу все время. И вот вплетается джаз еще в этот самый черный блюз. И в хард-роковую, не побоюсь этого слова, песню «Tabacco Road». Просто очень неожиданно все это звучит. «Tell the Truth». Тоже классическая песня вместе с Эдгаром Винтером. И «Джонни бегут» напоследочек. Песня Чака Берри. Все знают эту песню. Уже без Эдгара Винтера. Один Джонни остается на сцене вместе со своими музыкантами. И «Джонни бегут» очень тяжело. Чуть помедленнее кони, чем у Чака Берри. Тяжело. И раздавливает просто, раскатывает всю публику, которая собралась. Полмиллиона человек. Заметьте, да. Это ночь. Горят прожекторы. И Джонни Винтер катком таким проезжает по полю фестиваля в Вудстоке. И все там хиппи. Все слушатели. Все журналисты. Просто раздавлены. Раскатаны. И уже не засыпают до утра. Потому что после такого сета заснуть невозможно. Джонни Винтер один из лучших, если не лучший, белый блюзовый гитарист всех времен и народов. У меня есть еще кое-какие пластинки его. И обязательно мы вспомним этого удивительного альбиноса. Подслеповатого. Братья своего Эдгара Винтера вообще ничего почти не видит. У него чуть-чуть видит, но не очень. А Джонни видит, но не очень хорошо. Видел, но не очень хорошо. Такой подслеповатый. С белыми ресницами. С белыми волосами. Как я уже говорил, альбинос. Но фантастиш. Выпью за это. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok